Дорогие друзья, мы начинаем нашу программу «Дом культуры» на 49 канале и я хочу представить нашего первого гостя. Это руководитель группы ударных инструментов Новосибирского Академического симфонического оркестра, педагог Новосибирской государственной консерватории Сергей Нохрин. Здравствуйте. Сережа, первый вопрос. Я только что задумался над тем, а что означает твоя фамилия Нохрин? Это иностранная или русская фамилия? Слушайте, ну вроде бы я искал, это исконно русская фамилия. Раньше на Древней Руси Нохря это был «Задиры и плут». Может быть, это проявилось в твоей профессиональной деятельности? Сергей, вы же руководите группой ударных инструментов, то есть это и литавры, если говорить о большом оркестре симфоническом, и группа ударных инструментов, и перкуссия всевозможная, вот эти колокольчики, которые позванивают. То есть, каким разнообразием инструментов вы руководите в оркестре? Вы знаете, нужно знать все инструменты ударные. Примерно количественно. Если мы говорим о симфоническом оркестре, ну, инструментов, наверное, 50. Это минимум. И вот эти литавры. Да, и тарелки оркестровые, и тарелки подвесные, и литавры большие такие котлы, и большой барабан, и ксилофоны, разновысотные звуки. Очень большое их множество. Слушайте, ну удивительно, потому что в среде музыкантов существует мнение, что как бы ударник – это, так сказать, человек невидимого фронта, это там вторая линия, а получается, что 50 инструментов, то есть, у кого-то одна скрипка, туба, кларнет. В результате ударник обладает таким перечнем музыкальных инструментов, и в процессе исполнения пользуется многими, не одним, видимо. Да, конечно. В партиях написано огромное количество ударных, зачастую, там, симфонии Шостаковича или Малера. Но боец невидимого фронта может быть, если нас ставят куда-нибудь в уголочек, из-за них он всегда задвинут справа. Допустим. Но слышимого – это точно. Абсолютно. Потому что если у нас есть сольные кульминационные места, там накрывает весь тысячный звук. Нет, но это пронзает так же, как… Это же исконно русский инструмент, помните, вот деревянный какой-то такой инструмент, когда он прорезал буквально… Трещотка. Трещотка. Трещотка, да. Ну, она немножко модернизировалась, и сейчас она такая в различных вариантах. Есть ручная, есть такая, ну, это народная русская трещотка. Вот как вы пришли к выбору этой профессии? Почему вдруг решили стать ударником? Слушайте, ну, это, наверное, надо еще немножко назад отступить, потому что у меня мама преподаватель начальных классов. В школе. В специальной музыкальной школе, да. Да. Ну, и чтобы я был рядышком, она взяла меня как бы под свое крыло. Ну, изначально на класс фортепиано. Четыре года занимался фортепиано, а потом, ну, видимо, душа не лежала. Начал стучать по крышке фортепиано уже. Либо крышкой фортепиано. Либо отстукивать ритм, да. Вообще, вот что в основе? Как можно понять, кто выбирает? Кстати, среди ударников нет девушек, нет женщин? Есть. Есть, да? Есть и прекрасный исполнительница. Это очень интересно. И женского пола, да. И играет так же ярко и так же выразительно. Это же интересно. Потому что среди дирижеров достаточно редко бывает женщина-дирижер большого оркестра. Хорошо. Образование, среднемузыкальная школа, колледж, консерватория. А, может быть, какие еще дополнительные, скажем, за рубежом были школы, которые удалось закончить? Да, изначально это была школа. Причем у нас был один преподаватель и в школе, и в консерваторию, Сурночев Владимир Леонидович. А после школы... А Владимир Леонидович, вот поподробнее, пожалуйста, о нем. Он же целое направление создал. Он жил в основе и у истоков создания Новосибирского симфонического оркестра. Да, вы знаете, он почти от основания симфонического оркестра. В 60-е годы, да? В 60-е где-то так годы, да. И человек, который, ну, создал, можно сказать, исполнительское мастерство вот у нас... Ударных инструментов в Новосибирской регионе. Потому что был до того скрупулезный, до того интересующийся в своей профессии человек, что он, ну, очень тщательно относился и к инструментам, и к материалу, очень любил свое дело. Отлично. И вернемся к вам. Что удалось, в каких школах за рубежом удалось поучиться вам, Сергей? Вы знаете, в тот момент, после окончания школы, появился интересный очень инструмент. И он начал только развиваться маримба. Он только начал в 2000-х годах набирать популярность. А что за инструмент маримба? Вы знаете, это интересно, разные истоки его происхождения. Вообще, из африканского племени Банту вроде бы прошел инструмент этот. Ма означает звук, а маримба означает много. Маримба – это инструмент, на котором можно сыграть множество звуков. Но вид у него первоначальный, естественно, был не такой классический, как сейчас. Это он уже современный инструмент. Он выглядел в такие брусочки деревянные, снизу такие тыквы, пустотные тыквы, которые создают акустику. Которые создают акустику, и они настраивались на определенную тональность какого-то племени. То есть у каждого племени был свой звукоряд, свои песни там обрядческие. Ну и постепенно он, переходя множество поколений, он трансформировался в огромный такой концертный. И пришлось вот поучиться исполнить. Захотелось очень изучать этот инструмент. На тот момент у нас, это 2000-й год, да, у нас не было этих инструментов. В 2001-м только купили первый, полупрофессиональный. И постепенно мы с моим педагогом, так как он был скрупулезный в плане изучения, ему все интересовало буквально. Мы начали интересоваться, где проводятся конкурсы. И тогда был первый конкурс Международной International Marium Competition в Бельгии в 2001-м году. Я попробовал туда в качестве участника. Но, к сожалению, тогда мне не дали визу, отказали визить. Ну, визу отказывать, причин не говорят. Вот, но на этом все равно я не остановился, потому что очень хотелось получить образование. Мотивация была сильнейшая. Да, и попал я только в прекрасную страну, Бельгию, в 2008-м году. То есть спустя 7 лет. Спустя 7 лет. Потому что, естественно, это не очень дешево. Ну да, безусловно, нужно было подготовиться. Да, нужно подготовиться. Причем, если говорить о музыкальном уровне, то у нас соответствует уровень. В Новосибирске у нас очень прекрасный уровень. То есть независимо от того, что мы в разрыве 5000 километров, все равно удалось поучаствовать в конкурсе, результаты достичь и поучиться. Да, но на 2001 год я тогда был единственным представителем исполнительства вообще школы нашей. То есть в Москве этого инструмента не было. То есть представитель маримба из России. Из Новосибирска. Из Новосибирска. Это даже звучит как-то из Сибири. Из Сибири. Что это такое? Как это? До сих пор думают, что здесь медведи гуляют. Да, да, да. Нет, у нас просто африканцы здесь где-то расположены. Вот, поэтому получилось. И еще получилось поучиться в Польше. Там такая была исполнительница в городе Познань, Катаржина-Мычка. Вот к разговору о том, что девушки тоже могут быть исполнительницами. Вот здесь как раз и... Да, очень яркая исполнительница на маримбе как раз. Вообще очень красиво смотрится, когда девушка с таким большим инструментом плавно руками двигает. Да, да, да. Но и звук-то это такой необыкновенный, да? Фантастический звук. Он чарует при первых же... А это стиль New Age такой, да, видимо? Или он в основе оркестрового музыкального идет контента? Вы знаете, сложно сейчас сказать, как он использовался изначально. Ну, вот я привел пример, что это были африканские племена. А сейчас он модернизировался таким образом, что этот тембр используют везде абсолютно. То есть он интегрировался в и классические, в том числе, в произведения популярной музыки. Да, и выступает на них как сольными, ансамбленной, камерной музыки, даже в каких-то джазовых композициях. Очень интересно. Сергей, хотелось бы, чтобы вы коснулись в нашем сегодняшнем рассказе для наших телезрителей Дома культуры на 49-м канале вашего проекта «Музыка ритма». Понятно, что в основе вашего творчества прежде всего ритм. Вообще в музыке это композиция и ритм, да? Что такое понятие темпа ритма, кстати, как вы понимаете себя? Ну, темп и ритм – немного разные вещи. Ну, да. Ритм – ритм, ритмические фигуры. А темп – это скорость исполнения ритмических фигур. Что касается фестиваля, вот я рассказывал… Музыка ритма, да? Музыка ритма, да. Когда он состоялся первый раз? Несколько лет назад, по-моему, да? Да, концерт у нас первый был в 2015 году. Прекрасно, пять лет назад. Да, это первый концерт такой масштабный, но как мы заявили о себе, очень хорошо. С хорошими коллективами исполнителей, да? Да, мы работаем с разными жанрами, приглашали в федерацию УШУ, приглашали песочное шоу, то есть придумывали, каким образом разнообразить визуализацией дополнительных средств. Ваш музыкальный фестиваль – музыка ритма. Да, чтобы когда ты сидел, тебя просто захватывало и погружало в это. Ну, и вот мы выросли до большого фестиваля. А вот последнюю осенью прошлого года, 2019-го, какой охват был аудитории? Может быть, самые яркие события? Вы знаете, события это вот удалось все-таки при поддержке Министерства культуры сделать очень большой такой гражданинозный всероссийский, первый всероссийский фестиваль. До этого был фестиваль, он был международный, но там немножко был другого типа в 2004 году. Тогда приезжали известные исполнители-ударники, и на базе ударников симфонического оркестра, у нас было пять человек, под патронажем Сурначева Владимировича, нашего педагога. Причем нужно заметить, что он воспитал всех нас, которые работали в симфоническом оркестре. А много ударников в симфоническом оркестре? Сколько? Пять-семь человек? Вы знаете, сейчас нас четыре с половинкой. А вообще, в принципе, от пяти бывает. Да, и больше. Итак, фестиваль прошлого года, большое количество участников, но эпицентром был концерт, когда на сцене появилось много-много ударников, или каждый сменял друг друга? Вы знаете, это были отдельные программы, вообще полностью отдельные. Первый день выступал город Красноярск, приехало 14 человек, они играли музыку специально написанную для оркестра. То есть, это был прям большой оркестр. Я собирал инструменты со всего города, потому что похвастаться инструментариям не может ни один современный вуз нашей страны. Всем инструментариям. Поэтому приходилось собирать, и было очень огромное количество этих маримб, и было огромное барабанов. И это было... То есть, даже меня удивило на то, как может быть разнообразно все это. То есть, все-таки сработал вот этот обмен знаниями. Интеграция вот такая. Собственно, и фестиваль для этого организован, чтобы был обмен музыкальной культуры разных исполнителей. Это удалось, да? Да, это удалось. Москва выступила на второй день. Показали классическую музыку. Вот сугубо чисто классический репертуар, написанный в большей степени ударниками-исполнителями. И там, конечно, Академия Гнесиных показала вообще высший пилотаж, потому что у них была направленность действительно самая сложная по исполнению. Очень сложные ритмические рисунки, огромное количество тоже инструментов. Тоже приехало их 14 человек. Прекрасно. А в нашей консерватории есть кафедра ударных инструментов? Она как-то выделена или в составе обычно духовых и ударных, да? Спасибо большое за вопрос. Это очень важный вопрос, потому что обычно всегда, когда говорят о ударных инструментах, подразумевают кафедру. И мы все время как бы приставочкой кафедры духовых, ну и там ударных инструментов. Даже и конкурс, по-моему, существует духовых и ударных инструментов. Но судя по тому, о чем вы говорите в рамках фестиваля, которым вы занимаетесь под названием музыка-ритма, давно пора выделиться уже? Конечно, это было бы большим прорывом, если бы мы сделали отдельно кафедру, и мы уже об этом ведем разговор с консерваторией, о том, что необходимо сделать кафедру, необходимо разнообразить количество, ведь ударные – это огромное количество инструментов, более там, не знаю, 500 наименований. Духовые инструменты, они, конечно, тоже, но они уже так традиционно известны всем. Поэтому владеют, ну, к примеру, если ты струнник, ты играешь на скрипке, ну, что-то можешь, на альте, может быть, можешь сыграть, потому что там по аппликатору приходят. А ударные инструменты, если ты специализируешься на этнической перкуссии, то есть это всевозможные азиатские инструменты, африканские, индийские, их большое разнообразие. Сергей, продолжая тему педагогики в Новосибирской государственной консерватории, хотелось бы, чтобы вы развеяли миф о сложности обучения, чтобы вы в том числе обратили внимание вашей потенциальной аудитории будущих абитуриентов в консерватории. Что необходимо для того, чтобы молодой человек или девушка даже, почувствовав в себе этот мотив, этот ритм, мелодию ритма, что необходимо для того, чтобы можно было себя попробовать и стать абитуриентом и студентом, возможно, Новосибирской государственной консерватории, где вот такая удивительная школа, в том числе и вашего педагога Владимира Судначева. Вы знаете, ну, в первую очередь, конечно, желание. Нужно желание. Желание, ну, и знание нотной грамоты. Ну, для этого нужно иметь какое-то образование, там, чувство ритма, проверить себя, прийти. Есть какие-то образовательные творческие курсы? Конечно. Подготовка предварительная? Достаточно связаться либо с администрацией консерватории, либо со мной лично, и мы обо всем договоримся. Это можно сделать через сайт, через какие-то другие формы, да? Через сайт, через ВК, через Фейсбук, через Инстаграм. Наберите это Сергея Нохрина или наберите «Музыка ритма фестивалей» там по ссылкам. Сергей, а что отличает вас, как ударника, как руководителя группы ударных инструментов? У вас есть своё кредо? Вы знаете, ударники – это вообще люди с чувством юмора. Это как-то отдельная каста, без которой вообще невозможность существования музыки. А кредо, ну, не знаю. Всегда, всегда, да. Всегда быть с чувством ритма. Потому что основа любой музыки – это композиция и, конечно, чувство ритма, о которой мы сегодня так заинтересованно говорили с нашим гостем. Сергеем Нохриным, педагогом Новосибирской государственной консерватории, руководителем группы ударных инструментов Новосибирского государственного академического симфонического оркестра. Не переключайтесь, будьте с нами. Дом культуры на 49-м канале. Наш следующий гость, к которому мы уже спешим. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу «Дом культуры на 49-м канале» и ведем наш репортаж из гостиной, которая называется «Начало». И Наталья Юрьевна Дягилева, директора Дома учителя, я думаю, с большим удовольствием расскажет сегодня в эти июньские дни о том, что за Дом учителя и что он хранит. С чего все начиналось? Пожалуйста. Начинается все сначала, извиняюсь за тавтологию. И тем не менее, вот здесь мы с вами в этой гостиной погружаемся в пространство юного Новониколаевска. И несмотря на то, что это было очень давно, мы удивительным образом ощущаем связь времен и неразрывность поколений. К великому сожалению, какой-то период, вот именно эта история, эта эпоха развития нашего города была в забытии, я не боюсь этого слова. И тем не менее, сегодня мы поднимаем и открываем страница за страницей удивительную историю живших на этой земле людей, события, которые их объединяли и связывали. И восхищаемся теми, кто зачинал наш город, кто стоял у его истока. Учителя, это такая бездонная тема, потому что в любые времена мы всегда благодарны, уже спустя время, закончив то или иное заведение, школу, колледж, лицей, мы всегда говорим с благодарностью о наших учителях. И я понимаю, что вот на этом столе находятся мемориальные, буквально мемориальные письма. Здесь вот тема и список сочинений того периода. А вот эти две книги, которых разделяет 8 лет между ними, одна из них называется «Белый фартук, белый бант» под редакцией Михаила Щукина, председателя Союза писателей Новосибирского отделения. И вторая называется «Вишневый сад, 16 веток цветущего дерева». Это, видимо, современное, вот только что вышедшее издание. Наталья Юрьевна, несколько слов об этом. Почему называется «Вишневый сад» и что объединяют эти два издания? Пожалуйста. «Вишневый сад» – метафора. Метафора, ставшая названием нашего большого сетевого информационного сотрудничества. По сути, проекта городского, большого проекта образовательных организаций «Вишневый сад. История забытых школ». Этот проект стартовал в 2016 году при поддержке нашего руководителя. В то время это был Валерий Александрович Шварцкоп. И этот проект так ярко и активно стартовал, что впоследствии все три года его существования он активно поддерживался нашими руководителями. Я всегда думаю, почему именно нам так повезло? Именно они благословили старт и развитие этого проекта. Они – учителя. – Нечем все сказано. – Учителя – история, учителей бывших не бывает. И вот за все годы этого проекта в нем приняло участие более 500 учителей и их воспитанников. 40 образовательных организаций стали лидерами этого проекта. Три организации абсолютными лидерами. И каждый год в день города на площади учителя Рамиль Михайлович, наш руководитель, вручал главные награды этого проекта – школам. Вишневый сад. Возвращаемся к названию. Почему все-таки Вишневый сад? Известная чеховская героиня Раневская грустила по вырубленному саду, по ушедшей молодости. А мы этим названием хотели обратить внимание всех нас, жителей нашего любимого города, к памяти, к истории, забытым страницам. И мне хотелось бы сказать о том, что этот период истории, он действительно не раскрыт до конца. И нам пришлось работать очень много в архивах, в том числе в губернском архиве, потому что в нашем областном и городском недостаточно материалов об этом периоде. Нам удалось восстановить уникальные события. Более ста имен учителей, более двухсот ярких событий, которые действительно повлияли на историю становления и развития системы образования нашего города. Вишневый сад, 16 веток цветущего дерева – это 16 глав. Каждая глава посвящена какому-то периоду историческому. Наталью, да, было бы очень хорошо услышать об авторах. Я понимаю, что Дом учителей является сегодня вот площадкой, объединяющей разные проекты, в том числе и вот этот издательский информационный проект. А кто является авторами этих книг? С великой благодарностью к нашему дорогому, любимому писателю Михаилу Николаевичу Щукину, который, собственно, открыл нам дверь или раскрыл нам путь вообще к поиску, к восстановлению исторического наследия. Вот этим небольшим альмонахом, который им подготовлен и создан, здесь судьба гимназии и гимназисток Павла Алексеевны Смирновой. Это та гимназия, здание которой сохранилось на улице Ленина. Потрясающий экземпляр исторических фактов, событий. И Михаил Николаевич согласился редактировать и вот этот наш новый сборник. А его автором и составителем является наша коллега, учитель русского языка и литературы лицея номер 22 «Надежда Сибири», заслуженный учитель Новосибирской области, кандидат филологических наук Людмила Алексеевна Асачия. Здесь, собственно, ее язык, ее авторство, человек необычайно талантливый и, собственно, читателю, я думаю, будет интересно. Отлично. Ну а теперь продолжим, знакомиться с гостиной, где находится экспозиция, именно раскрывающая тему «Вишневого сада». Прошу вас. Мы находимся в начале экспозиции, о которой только что говорили. И нашему суппосводному, конечно, мы приглашаем Наталью Юрьевну. Пожалуйста. Дорогие друзья, мы приглашаем вас в «Вишневый сад». И начать нашу экскурсию мы хотели бы с посещения первой школы нашего города, село Кривощоково, школы Григория Моисеевича Будагова, первого строителя, заложившего основы моста через реку Обь. Именно он на собственные средства. В одном из приспособленных помещений открывает первую одноклассную школу. Он же приглашает первых профессиональных учителей, супругов Козловых из уездного Каинска. Это было началом просвещения юного Новониколаевска. Здесь был и первый театр, и первая библиотека, и первая школа. Отлично. А вот эта фотография… Это портрет одного из учеников Будаговской школы Андриан Веденяпин. Впоследствии он стал директором первой советской школы, которая располагалась в здании театра «Старый дом». Он возглавлял и областной отдел образования впоследствии, но судьба его сложилась трагически. В 1930-е годы он был репрессирован, но его вклад в развитие образования нашего региона очень высок. Его почитают, его знают в нашем сообществе. Ну вот и судьба его началась с Будаговской школы. Это очень знаменательно. Очень интересно. А вот на этой стороне экспозиции я вижу основатель улицы приюта Мария Васильевна Востокова. Прошу вас. Да, хочу обратить ваше внимание. Здесь, на этом стенде, церковь Покрова Пресвятой Богородицы, именно при ней был создан приют для детей. Вот вы видите здесь на фотографии празднование десятилетия приюта 28 мая 1916 года. А это означает, что на следующий год мы будем праздновать 115-летие дошкольного образования нашего города. По сути, это было первое дошкольное учреждение Новониколаевска. Удивительная история. А сейчас я хочу обратить ваше внимание на другой стенд. Школа, оба здания которых на улице Владимировской, недалеке от дома учителя, сохранились до сих пор. Эту школу основал сподвижник Будагова, инженер-путеец, который отвечал за всю социальную инфраструктуру железной дороги, Владимир Константинович Жандр. По легенде и улица была названа... В честь его омагирования, да? Да. Владимировская была одна из богатейших улиц города. Она была первой вымощена, выложены были на ней впервые тротуары в нашем городе. Она была освещена электрическими фонарями, и на ней дозволялось селиться только богатым горожанам. Ну, то есть, благодаря железной дороге и ее инфраструктуре здесь возникло такое количество... Совершенно верно. ...благоустроенных школьных зданий и, конечно, с учителями. Да. Вот эти два имени, собственно, они заложили... Основу. ...основу нашего образования. Они стали первыми просветителями. Замечательно. Дорогие друзья, мы благодарим Наталью Юрьевну Дягилеву и выставку, по которой мы сегодня путешествовали, под названием «Вишневый сад». История забытых школ. Не переключайтесь, мы продолжаем нашу программу. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу «Дом культуры» на 49-м канале. В нашей традиционной студии у нас гость, заслуженный артист России, актер молодежного театра «Глобус» Лаврентий Сорокин. Все выговорил точно, да? Да. Лаврентий, смотри, ты работал в очень многих театрах. Даже в Новосибирске был, он неоднократно переходил из театра в театр. Мы не говорим сейчас об обстоятельствах. Они самые разные, социальные условия, еще что-то. Но вот у тебя есть опыт сравнения и разных театров, и по жанру, и по формату. И, конечно, основа всего театрального процесса сегодня – это режиссура. Режиссерский театр. Вот твоя оценка, насколько сегодня драматический театр, современный, отвечает требованиям зрительного зала? Пожалуйста. Вот слово «современный» я бы сразу убрал, потому что… Ну, так много об этом говорят везде. Современный, европейский. Вот и поговорили на эту тему. Мне это слово очень не нравится. Современный театр. Потому что… Театр либо есть, либо его нет. Да. Недалеко неудром читая ФБ, Марташеича, замечательного Алексея, который вручал мне «Золотую маску». Вот, лично из рук в руки шекспровед нашей зрители. А за что, кстати, вручали «Золотую маску»? За «Крисерусанату». В «Глобусе» же. Да, и там хороший был подтекст, очень хорошее вручение этой маски за исполнение мужской роли в классическом русском произведении. А вот это вот как раз мы теряем, 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 теряем. Да, вот это вот что за бред? Вот сейчас современный, несовременный? Вот давай ещё на эту тему. Да, мне кажется, сейчас любой, у кого руки есть, может писать драматургию. То есть, эти вот постоянные фестивали, любимовки, прочее, прочее, прочее. Меня всегда это немножко возмущало, когда самодеятельность лезла на сцену. Я всегда говорил… Вот когда переделывают реальную драматургию, неизвестно из чего, понимаешь? Ну, это вообще… Из телефонной книги, как мы говорили, её можно сыграть, да? Ну, кто-то, наверное, и может. Я всё-таки за наш театр классический, психологический. Вот. Психологический театр. Мы же за эмоции приходим. Да, Станогов, да. Марк Захаров – это романтик всё-таки в большей мере. То, что я на себе испытал с Зыковым в Норильске. Потому что что ещё нужно норильскому жителю, да, который вылезает из этого рудника? Постоянно в этом холоде безумно. Ему, конечно, нужна романтика. Мы поставили все пьесы Григория Горина, и он приезжал к нам раза три. Юлия Кима, Черстаныча замечательного. В общем, вот такое. Вероятно, театр всё-таки зависит от местоположения на карте. Да, безусловно. Очень важно. Здесь романтика у нас уже не канает. А что преимущественно в Новосибирске? Что ты можешь рекомендовать? Была бы у тебя такая возможность сказать, ребят, драматический театр в Новосибирске должен быть, на мой взгляд, твой, Сорокина, таким-то. Пожалуйста, рецепт. Ну, я вот придерживаюсь мини-романа Самгина, режиссёра, в котором я поставил три спектакля у нас с ним вышло. Ревизор, скупой мой первый спектакль в глобусе, и лес Островского. И вот он говорит, что театр всё-таки это праздник. Театр должен радовать. Радовать, потому что всё остальное – это вот в ящике, которые включаешь и сходишь с ума. Или в компьютере. Театр должен радовать. И вот я за театр радуюсь, за театр солнца, который можно посмеяться и где-то поплакать, но не грузить так, чтобы всё, как пьесу Чапака тут недавно прочёл. Хотели бы переделать её, но что-то не идёт она никак. «Жизнь насекомых» она называется. Чудесная пьеса, как бы социальная такая. Но и кто-то написал из «Американцев» после показа, премьеры, он говорит, после этой пьесы хочется только одного – прийти домой и повеситься. Ну да. Вот этого не надо. Но ведь не к этому надо призывать. Я с тобой согласен. Ты сейчас сказал переделать, и в этом я увидел определённый подтекст, такой педагогический уже. Вот расскажи о твоём опыте. Ты вдруг пошёл в театральную педагогику. Что это такое? Позыв какой-то внутренний? Внутренний позыв – хорошие слова. Ну, мотивация. Ты же выбери другое слово. Мотивация, да. Почему вдруг это произошло? Что рядом ты увидел, что ребятам чего-то не хватает молодых? Нет, мне не хватало. Чисто раскрыться, что-то дать какое-то… Может быть, образование, может быть… Может быть, да, что-то угасло, что-то поднадоело. И с молодёжью немножко вот это обновить, обрет какой-то внутренний такой. Наверное, да, вампир какой-то энергетический, потому что выходя от них, после 3-4 часов занятий чувствуешь себя просто… По-другому. По-другому, да, замечательно. И это было здорово. Мы начали с отрывочков, с классики. Ну, традиционно, да? Да, закончили дипломным, интересным очень. Ну, вот очень многие отзываются, я так предварительно анализ проводил с теми, с кем ты работал, я имею в виду студентов, уже выпускников. И очень многие говорят, что ты чувствуешь вот это актёрское нутро и даёшь не от головы режиссёрской, постановочной, понимаешь, а от актёрского существования. Они же преимущественно артистами выпускаются, да? Ну, практикующий педагог – это и есть практикующий педагог. Что тут говорить? Я очень уважаю теоретиков. Мы недавно спорили как раз там у нас в группе. Я очень к ним внимательно отношусь, но нельзя теорию, одну голую теорию притащить в театр, кто это примет. Ну, а потом, извини меня, вот они приходят в театр. Что ты ощущаешь сегодня от молодых, которые… Ты же видел многие поколения, выходящие на сцену. Талантливый, он всегда талантлив. Да. Его видно. То есть, может там что-то… Горит внутри талантливый или не горит. Глаз светится и так далее. Он может чем-то не владеть, какой-то основы нет. Это отшлифуется в процессе. Да, но его можно научить профессией, а пустого нет. Вот скажи, вот твоя оценка нашего театрального института, которое выросло из училища, очередной сейчас юбилей будет праздновать наша Новосибирская театральная школа. Всё соответствует? Всё ли так? Нет, нет, конечно нет. А в чём причина? Я не знаю, но вот ушли какие-то великие, что ли. Другому назову. Всё зависит, да? Да. Мастера? Яковская, Борисова. Это что-то невероятное же было. Нет, это эпоха была целая. Да, и мы хотя учились на первом этаже на улице. Да, да, да. В тяжелом доме. Октябрьская 30. 40. Октябрьская 40. Зелёные ворота. Да, да. Зелёные ворота. Судоверно. Полуподвале. Да, да, да. Вот, и конечно… А всё было по-другому. Горели так безумно, правда? Маленькая крошечная сцена была. Мастера, наши, Гранат. Да. Да, Владимир Максимович. Горбушин, замечательно. Горбушин, да. Вот. Это, конечно, было здорово. И потом смотри, вот в одном училище умещалось и кукольный театр, и драматический, и музыкальный, разные жанры готовили. Да, и ходили Машковы так по коридору. Да, да. И как радовались друг за друга, да? Свягинцевы, Машковы. Да, да. Что говорить? Буланкин. Почему ты молчишь обо мне? Старокин и так далее. Очень замечательная плеяда такая выпущенная. Да. Кто-то не стал режиссёром. Ну, без слов. Кто-то не стал актёром. Ну, куда-то попал в какие-то… Да. Я про журналистику говорю про Самолётова сейчас. Да, Алексей, да. Да, который снял вот этот замечательный фильм про Ну, он в документалистике журналистка хорошо проснулся. Ну, в общем, здорово, это было здорово. Это было… Нет, я надеюсь, что для теперешних студентов и это здорово, и это интересно. Я немножко путаюсь с теорией, которую пытаются вот… Внедрять чуть-чуть. Внедрять, да. А у тебя не было ощущения от того, что практики мало, наверное, сейчас, и вот этих практичных, практикоориентированных, как правильно говорить, артистов, режиссёров, их меньше стало среди преподавателей профильного, профессионального института. Не только у нас, кстати, в Новосибирске. И сейчас вот такое от ума всё. Вот такая теория. Гаджеты. Давайте вот это вот что-то там подумаем как-то. Да, да, да. И тем не менее, Надежда есть? Театр жив? Театр жив. Идут следом за вами поколения, из которых вырастают? Идут. Я с гордостью заявляю, что я сейчас заочник выпускаю. По видео, правда. Ну, дистанционно, да? Ну, дистанционно. Но это заочники, которые занимались со мной раз в неделю по воскресеньям, 4-5 часов, и у меня уже двух человек пригласили в профессиональный театр. Ой, так это прекрасно. Да. И один едет точно в Прокопьевск, второй пока… Хороший, кстати, театр Прокопьевск. А мне директор позвонил и говорит, вот такой у вас есть замечательный студент, рекомендуйте. Я говорю, о, да. Вот смотри, мы сейчас коснулись темы продвижения, вот промоушена, да? Не каждый способен артист себя двигать. Да. И вот сегодня проблема. Раньше, помнишь, это была ярмарка, да, когда съезжались продавцы, директора, ну, совершенно, да, покупатели, покупатели. Продавец был в театральной школе. Любая Борисовна, как сейчас помню, умела выстраивать отношения. И приезжала эта режиссура и жадно смотрела. О, вот этот вот. Вот существует вот такой институт сейчас продюсирования, когда, значит, можно увидеть хорошего студента, пригласить и так, выпускника в данном случае. Ну, наверное, увидеть можно, если глаза есть. Как смотрящий да увидит, слышащий да услышит. Вот факт. Ну, по дипломному судить же очень, как бы, сложно. Тем не менее, есть такие люди, я знаю, из Красноярска замечательную Завлит, которая приехала и… И выбрала. С дипломного, да. И он сразу попёр. И у него глаз загорелся сразу. И у него глаз загорелся. В театр взяли приличный Пушкин, Крепкин туда. Конечно. И попёр, и попёр, и попёр. И тут же к золотой маске номинирован был Ванечка. Что такое? Смотри, как ты оцениваешь периферийные театры, провинциальные? Мне нравится слово «провинциальный». Я его обожаю. Есть консерватизм, некоторые в этом понимают. Это моё личное ощущение, я не навязываю вам. Но вот как ты оцениваешь театры столицы и провинциальные? Большая разница в профессиональном, в мастерстве, в подборе репертуара. Мы же репертуарный театр обсуждаем. Я… Мне довелось быть на выпуске в ГИТИСе. Да. Это какой-то кошмар, честное слово. Артёрский режиссёрский смешанный курс. Артёрский режиссёрский. А, да. Они любят смешанный курс. Во-первых, мат и перемат. Ой, да, да, да. Ну, это как бы тренд сегодня. Да, да, да. Они считают, что это… Я не помню, чей курс. Меня сам Гин привёл, и я вышел в ужасе, и у меня волос лёг. Да. Вот так мы живём. В театрах, собственно, не лучше положение. И поэтому критики, приезжая к нам, говорят, что как хочется в Новосибирск просто отдохнуть глазом, душой, потому что там же ещё эта борьба. Конкуренция. Конкуренция какая-то дикая, причём непонятно в чём. У кого больше спектаклей, 6 часов, у одного, у второго 80. Ну, кто-то несколько дней играет, как там. Помнишь, на фестиваль к нам в театр же «Глобус» привозили подлинные цены. Нет, но если Грифий Козлов привёз потрясающий спектакль, который, да, он шёл, по-моему, 8 или 10 часов, но он был настолько тихидон. Да. Это можно было просто… Ну, это полотно так. Это здорово. Слушай, я, знаешь, хотел задать вопрос, меня он интересует. Вот как ты относишься к переносу? Вот где-то хорошо состоялась постановка, и вдруг… Это всё зависит от режиссёра. Да. Вот есть сам Гин, который можешь поставить в Москве, поставить в Омске, поставить здесь одного автора. И без понижения ценностей, да? Не будет, и будет это три раза спектакль. Вне зависимости, какие артисты, он адекватно это делает. Да, а есть режиссёр, я не хочу назвать его фамилию. Ну, конечно. Он хорошо знает Новосибирск. Вот. И когда я приехал сюда, мне ребята говорят, а у нас спектакль… Вот сейчас выпускают такой талантливый режиссёр, и композитор с ним приехал. Я говорю, да ладно. Да? И говорит, песни вообще за ночь пишут песни. И я начинаю им петь песню оттуда. Потому что я играл в том спектакле 7 лет назад в Норильске. Я начинаю им петь. За решёткой по небу гуляет луна. Эти двое оборачиваются на меня оттуда. Это наша мелодия. Мотивчик знакомый. Я писал её ночь целую. Сегодня режиссёр сказал. Я говорю, это написано, ребята, 15 лет назад. Да, в прошлом веке. Просто вот зито вот так вот и перевёлся. Ну, понятно. Так что такие есть. Ну, то есть всё персонифицировано. Ведь профессия режиссёра, она же как бы… Ну, да. У неё нет даже прав. Абсолютно. Они бесправны. Да, она, бог знает, как. Смотри, сценограф, автор, потом актёр, художник. Значит, и на каком-то четвёртом месте режиссёр. Его же выбирали в старом театре из ведущих артистов. Имеешь право воровать. Да. Любой спектакль. Красть. Красть. То, что делает. Их монтизировать. Наши замечательные… Не буду я опять фамилию назвать. Без фамилии. Они летят на Берлинале. Ну, да. Вот. Смотрят всё это. И потом начинаются здесь хаотичные постановки. Да. Лаврентий, твоё отношение к фестивалям, которых очень большое количество, разные жанры. Ты лично как к этому относишься? Я хорошо к этому отношусь. Во-первых, это возможность посмотреть что-то, познакомиться с людьми интересными. Просто посидеть в узком кругу актёрского братства. Как, собственно, к гастролям я хорошо относился, но их не стало. Ну, да. Вот. И фестиваль – это момент показать себя другой публике. Но если ты где-то, это очень интересно. Потому что я помню свои первые гастроли в Санкт-Петербурге, в Ленинграде, да? В Брянцевском тюзе. Да. А они очень дотошные зрители. Да, безусловно. Эти могут не встать. Взыскательные, да. Они могут не хлопать даже. И когда мне после шута Балакирева две бабушки, пережившие блокаду, подарили книжку «Шут Балакирев» и сказали, молодой человек, почему же ваш режиссёр не видит вас, князя Мышкина? Слушай, здорово про князя Мышкина. Это было приятно. Безусловно. Лаврентий, что-нибудь личное? Вот сейчас такой особый период. Может быть, у тебя какие-то проекты собственные есть? Я ищу пьесу. Я в поисках пьесы. Мне дал добро Алексея Михайловича. То есть, будешь что-то ставить? Да. Скажи, пожалуйста, а вот сейчас на дистанции ты говорил об этом. Что-нибудь, может быть, ты читаешь где-то? Может быть, в Ауди? Вообще, может быть, ты сейчас в эфире для нашего зрителя, который с удовольствием в воскресенье и на следующей неделе услышит тебя, увидит. Прочти что-нибудь. Ну, вот этот проект замечательный, Орловский, Ивана Орлова, сказки. Такая сказочка Бориса Ширгина. Маленькая. Фрагмент. Давай. Про Шиша Московского такой, да. Недалеко от Шишова дома деревня была. И проживала в той деревне девка. В темноте плохо видела. Бывало, наверх на себя одежу сядет у окна, сидит, рожу продает. Думал Шишу над ей подшутить. Подъезжает как-то вечерком и говорит, красавица, замуж за меня пойдешь ли? Пойдешь ли? Девка запохохатывала. Пойду. Ну, вечером как стемнеет, выходя на крыльцо, я подъеду. Только дождалась вечера, навертела на себя одежи, с печи, во двор, в сани. А никто не видал. А Шишанка холестанул лошадку и давай наяривать вокруг девки у нас же дома. Ехал, 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 подводит ежик, ежик к крыльцу, говорит, все, виноградина, приехали. Ну, девка говорит, так я тут ничего не знаю, как я зайду-то. А он говорит, а ты тут все как у нас, как у вас, вернее. Ты в сене в избу на печь и сиди, жди, а я пока коней обрежу. Ну, девка в сене на печь, действительно все, как у их, зашла в дом, залезла на печь, сидит, сидит, похохатывает и думает, а что это? Ихняя родня ходит, не замечает. А шишанка коней стиганул, ну и до дому, естественно. Сидела-сидела девка и не выдержала. А отец с матерью у нее странно так поглядывает, что это было, девка-то наша. Она говорит, а вы что, как дикие? Я за вашего парня замуж иду, а вы как дикие ходите, ничего не знаете. Родители остолбенели. Отец перекрестился, говорит, говорил я тебе, мать, купи девке крест, а не то привяжется к ей без. Господи, помилуй. Благодарю сердечно. Это Лаврентий Сорокин, заслуженный артист России, артист молодежного театра «Глобус». Лаврентий, желаем вам здоровья, счастья, удачи, осуществления абсолютно всех планов и вот той постановки, о которой вы говорили. Мы заканчиваем нашу программу «Дом культуры» на 49-м канале. Культура очень многогранна и мы тоже любим классику.